Ты меня никогда не прогонишь, не отталкиваешь, ты меня и перстом не тронешь. Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения. Мне нравится, что вы больны мной, мне нравится, что я больна не вами. Как мимолет, как гений чистой красоты. Вершины Карпатских гор. Здесь, в небольших ключах, бьющих из-под земли, берут свое начало шумные горные ручьи. Они, объединяясь, дают жизнь рекам, уже более размеренные несущим свои воды через села, города и страны. Для воды нет политических границ. Для нее не имеют значения национальности и вероисповедания. Она несет свои воды через государство Европы. Сегодня, как и сто лет назад. Вместе с водой утекает время, унося в прошлое войны и революции, государства и империи. Карпаты. Сегодня тут тихо и спокойно. Мне так было не всегда. Эти холма и вершины не единожды были свидетелями трагических событий, нарушающих их величественную красоту. В 2014 году будет отмечаться дата решительным образом, изменившая ход мировой истории и радикально перекроившая политическую карту Европы. Речь идет о начале Первой мировой войны, названной современниками Великой войной. Первая мировая война, она фактически забытая война. Если сравнить даже с другими войнами, которые были близки к этому возрасту, почему о ней забыли? Да по простой причине. Потому что Первая мировая война считалась империалистической, нехорошей. В советское время на историю Первой мировой войны не обращали фактически никакого внимания. Очень мало внимания. Если то только в негативном смысле. Кстати, этому помогла и тогдашняя интеллигенция России. Ведь смотрите, сколько было писателей, было поэтов и так далее. Но Первой мировой войны фактически никто, фактически серьезно не писал. Субтитры сделал DimaTorzok Мы на Ужоцком перевале. Он находится на высоте почти 900 метров над уровнем моря. Здесь проходили боевые действия Первой мировой войны. Наиболее кровопролитными они были зимой 1914-1915 годов. На Ужоцком перевале проходили ожесточенные бои как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Ужоцком является одним из самых известных перевалов Закарпатской области. Сегодня тут проходит граница между Львовской и Закарпатской областями. Раньше это была граница между Россией и Австро-Венгрией, а километром левее граница с Польшей. Длижайшая к перевалу село Ужок. Именно здесь берет свое начало река Уж, на берегах которой раскинулся город Ужгород. По иронии судьбы, именно в Ужгороде живет женщина, история семьи которой непосредственно связана с событиями, происходившими здесь более сотни лет назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая мировая война, или как называли ее в то время, Великая, она круто изменила жизнь моей семьи. Начну с того, что отец мой, уроженец Пряшевской Руси, Австро-Венгрии, он попал в армию австро-венгерскую. Был призван с началом Первой мировой войны, его призвали в армию и направляли на фронт. Воевал в Галиции, в так называемом Брусиловском фронте, потому что с стороны царской России командовал армией Брусилов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войска Юго-Западного фронта под руководством генерала Алексея Брусилова совершили грандиозный прорыв Австро-Венгерского фронта в июне 1916 года. Итогом операции стал захват огромной территории в 25 тысяч квадратных километров. Наступление российских войск произвело огромное впечатление на страны Четвертого Союза. Только в плен было захвачено более 400 тысяч человек. Этот удар позволил русским войскам оказаться рядом с Венгерской равниной, заняв которую означало бы поражение Австро-Венгрии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отец мой, как Карпатарос, уроженец Пряшевской Руси, Русин, он с детства, с юности был приверженем взглядов наших подкарпатрусских будителей, Духновича, Павловича, Фенцика и многих других, Митрака. И он, значит, видел будущее края нашего в соединении с Россией. И все время молодежь обращала свои взоры на Восток, на Россию. И вот теперь, когда наступила война, когда пришлось воевать с Россией, то он с товарищами не представлял себе, как это он будет воевать против своих единокровных братьев-славян. И поэтому, когда попал второй раз на фронт в 1916 году, на реке Голубицы, около Житомира, при первой же возможности был большой бой, они сдались в плен. Попал в плен, отец, оказалось так, что плен был не так уж очень и тяжелым, и сложным, потому что царской армии к славянам пленам обращались хорошо. И выяснилось, что военнопленных, кто хочет оставаться, хочет вернуться, нужно зарегистрироваться, и их отправят на родину. Отец зарегистрировался, и в 1919 году, 8 мая, он приехал в Ужгород. А 8 и 9 мая тут заседала в Ужгороде конференция, которая решила, что тут уже будет Подкропадская Русь, и она войдет в состав человека Словакии. Отец остался в Ужгороде. Мама уроженка Кировоградской, тогда Елисаветградской губернии, дочь священника. Они жили в разных местах, так как дедушку переводили в разные приходы. Последний приход был в Симферополе. Мама познакомилась в Петербурге, учащаясь на высших женских курсах со студентом Университета Петербургского. Очень интересное имя, анимподист, городосельский. Пришла за него замуж, и тут началась Первая мировая война. Мужа призвали в царскую армию. После коротких курсов ему присвоили звание поручика и отправили на Восточный фронт. У меня есть связка писем его к маме, которые мама хранила всю свою жизнь. Когда кончилась Первая мировая война, муж ее вернулся в Симферополь и поступил в Белую гвардию и, защищая Перекоп, в время штурма Красных, Перекопа, погиб. За два месяца до рождения моей сестры. В августе 20-го года мама родила мою старшую сестру и потом уже узнала, что ее муж погиб. Осталась она одна с ребенком. Теперь история третья. Моя тетя познакомилась с Чехом, который был в составе Чехословакского легиона. Этот легион образовался из Чехов, Словаков и Русинов военнопленных. Тетя моя вышла замуж за этого человека. И, значит, она с ней вместе приехала в Ужгород. До 24-го года можно было и переписываться с Советским Союзом. И она нашла, написала на тот же адрес, в котором жила семья в Симферополе, нашла маму. Узнала, что мама обновела, что у нее ребенок. Она вызвала маму приглашением. Мама приехала, сюда приехала и в Ужгород пришла замуж за моего отца, и вследствие чего родилась потом я в 1929 году. В память о тех событиях у Светланы Петровны Совиной остались столетние письма с фронта первого мужа ее матери и рукописи ее родного отца. Эти мужчины в одно время воевали под разными флагами. Мой отец и первый супруг моей мамы воевали практически в разных вражеских армиях, друг против друга, как будто бы так получалось. Но в своих письмах ее первый муж писал о том, что очень красивые места Галиция, прекрасные горы, очень хорошие, любвеобильные люди, которые нас встречают хлебом с солью, вера одинаковая, церковь, благослужение на церковно-славянском нашем языке, знакомым нам. И вот я очень хочу, что когда кончится война, мы с тобой вместе сюда приедем. Но судьба распорядилась так, что вернулась только, приехала сюда мама. Это вот такие три истории, каким образом, значит, переплелась эта история моей семьи с Первой мировой войной. Живописная местность Карпатских гор помнит ожесточенные бои русской и австро-венгерской армии, знаменитый Брусиловский прорыв. Четыре раза перевал переходил из рук в руки. Потери только в Карпатах, с обеих сторон, в Первую мировую, по некоторым данным составили почти 2 миллиона человек. А это был не единственный фронт. Мой отец фактически тоже бывал на фронте Первой мировой войны, но этот фронт был под Эрзерумом, на Кавказе. То есть он, мой отец, в Карпатах не воевал. Ну и попав в эмиграцию, жил в Закарпатской области, под Карпатской Руси, теперь еще Закарпатская область, кадры офицерства и так далее, которое служило верой и правдой, как тогда говорят, царю Отечеству и за царя Родину, за веру. И они фактически почти в полном составе эмигрировали. И вот мы получили такую картину, что после эмиграции офицерства и передовой интеллигенции за рубеж, в России никто Первой мировой войной не интересовался. То есть люди просто забыли о том, что была такая война. В 1936 году, через 22 года после окончания тогда еще Великой войны, Светлана Совина, будучи ребенком, с семьей побывала на Ужотском перевале, месте кровопролитных сражений 1914-1915 годов. Непосредственно из уст участника Первой мировой своего отца узнавала девочка о боевых действиях, разворачивавшихся в этих горах. Когда врачи посоветовали, я заболела бронхитом, посоветовали, как тогда было модно, горный воздух, и отпуск наша семья провела на самом Ужотском перевале. Там был маленький пансион, частный, где мы остановились. Теперь его уже нет, потому что там когда-то в период Второй мировой войны был партизанский штаб, и немцы его уничтожили. И тогда уже там папа мне более подробно все рассказывал. Он меня водил по лесу, по лесам. Леса там ели вековые, они были переломлены снарядами, до сих пор лежали так верхушки обломанные. Окопы мы находили, в окопах мы находили каски, мы находили гильзы от орудий, и большие, и маленькие, от ружей, находили, значит, такие, как-то бы сказать, даже вот ремень один раз один нашли. И папа мне все это, тогда уже мне отец, начал рассказывать о том, что вот он воевал так же точно. И это была очень большая война. И он мне рассказывал, как это все было очень сложно, тяжело, но, естественно, в пределах таких, сколько мог шестилетний ребенок понять. Там был маленький вокзальчик, ведук большой, до сих пор он есть. И был маленький вокзальчик, мы в основном приезжали туда на поезде. Эта железная дорога на Ужотском перевале одна из старейших в Европе. За красоту пейзажей и смелость строителей ее назвали подкарпато-русским Семерингом, по аналогии подобного перевала в Австрии. Построенная она была еще при Австро-Венгрии в 1905 году. Как стратегически важный объект она очень сильно пострадала во время Первой мировой войны. Эта стратегически важная железнодорожная магистраль, соединявшая Будапешт с Восточной Галицией, была введена в эксплуатацию в 1872 году. Здесь проложено 14 железнодорожных тоннелей. Это самая красивая горная магистраль Украины. Редактор субтитров А.Семкин После Первой мировой Светлана Петровна многое слышала от своих близких о той войне. Каждому было, что рассказать. Никого из родных не обошли стороной события Великой войны. Потом уже начались рассказы мамы. Потом мама начала рассказывать про свою судьбу. Тетя Нина начала рассказывать тете, которая жила в Ужгороде. Она развелась с этим чешским легионером, вышла замуж за русского эмигранта, переехала в Корсице. Но она тоже рассказывала о том, о своих... Как она ехала через тот Дальний Восток, туда, и тоже очень интересно было. Поэтому я с детства знала, что была эта война, и что она была очень жестокая, и была очень страшная. Для ребенка так вот я переживала очень это. В 1934 году состоялось открытие мемориала кладбища на Ужгородском перевале. Там, где были самые тяжелые бои в 1914-1915 годах. Памятник этот, видя пирамиды с крестом, стоит, до сих пор сохранился. И там похоронены офицерский состав австро-венгерской и русской армии и рядовые с обоих сторон. Я присутствовала на открытии, папа меня повез с собой. Есть об этом у меня документ, фотография. Но я особенно много не помню. мы находимся на воинском кладбище, которое было заложено русским командованием осенью 1914 года. После окончания Первой мировой войны, или, как ее называли современники, Великой войны, чехословацкие власти собрали останки убитых с ближайших к Хакоиц и соорудили кладбище. Они же возвели каменную пирамиду с мемориальными досками на трех языках. Это венгерский, чешский и русский. Надписи свидетельствуют. Это военное кладбище было устроено русскими войсками осенью 1914 года. По окончании войны, рассеянные в окрестности останки погребенных были выбраны из могил и сосредоточены на этом кладбище. Там покоятся шесть русских и шесть австро-венгерских офицеров и 351 русский и австрийский солдат. Мир праху их. Со временем доска с чешским языком исчезла, а в 2007 году мемориал был реконструирован, и здесь появилось еще две надписи на украинском и на немецком языке. Изменилось и содержание текста. Воинам армии российской и австро-венгерской империи, погибшим в боях за Ужоцкий перевал в годы Первой мировой войны. На сегодняшний день этот мемориал единственное напоминание о кровопролитных боях, которые проходили в Ужоцкий перевал почти столетия назад. О каких тайнах молчат хребты Карпатских гор? Для скольких человеческих тел их недра стали вечным пристанищем? Сколько воды утекло, унося навсегда вечность, историю, революции, империи, государства и человеческие судьбы? А сколько еще ей предстоит унести? А гордые вершины Карпатских гор все так же будут величественно молчать, продолжая питать бурные горные ручьи, которые, объединяясь, дают жизнь рекам, несущим свои воды к морю. Для рек нет границ. Они несут свои воды через государства и страны сегодня, как и столетия назад. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ